Музыка со звуковой дорожки Фильм без ума от оперы Я когда-то о нем немного рассказывал В советском прокате он назывался Любимые арии Думаю, что закупками фильмов в то время Занимались правильные люди Потому что даже отбор так называемых Трофейных фильмов Был на очень хорошем художественном уровне А покупка послевоенных фильмов Таких как Любимые арии Вернись в Соренто И многих других считаю подвигом Страна еще не очухалась от страшной войны Нехватка жилья, продуктов Предметов первой необходимости Почти отсутствие полных семей Сотни тысяч подростков Оставшихся без родителей А деньги тратятся на музыкальные фильмы Притом вспомните Кто был тогда в сознательном возрасте Видели ли вы когда-либо Триллеры, гангстерские фильмы С перестрелками, ужастики Думаю, что нет Хотя таких немецких, британских, голливудских фильмов Полученных в качестве трофеев Было множество Фильмов сильных Захватывающих Которые я сегодня с удовольствием смотрю Было чем заполнить экраны И почти не вкладывая денег Получать большие сборы Но нет Почему-то покупаются Хорошие романтические фильмы С участием оперных артистов Притом артистов легендарных Уже при жизни И дело свое эти фильмы Делали Послевоенный криминальный мир Получил гораздо меньше Молодого пополнения, чем мог Потому что их героями стали Мастера Белканта А музыкой детства, молодости Которая романтично В любое время Стала итальянская опера И неаполитанские песни «Мама, sono tanto felice» «Perché ritorno da te» «La mia canzone ti dice» «C'è il più bel giorno per me» «Мама, sono tanto felice» «Viver lontano perché» «Mама, solo per te» «La mia canzone è sola» «Mама, sarai con me» «Non sarai più sola» «Quanto ti voglio fede» «Queste parole d'amore» «Che ti sospira il mio cuore» «Forse non godono più» «Mама, ma la canzone mia più bella sei tu» «Sei tu la vita» «E per la vita non ti lascio mai più» «Sento la mano tua stanca» «Cerca i miei riccioli d'or» «Sento la voce ti manca» «La ninna nonna nonna da allora» «Oggi la testa tua bianca» «Io voglio stringere al cuore» «Mama, solo per te» «La mia canzone vorrà» «Mama, sarai con me» «Non sarai più sola» «Quanto ti voglio fede» «Queste parole d'amore» «Che ti sospira il mio cuore» «Forse non godono più» «Mama, ma la canzone mia più bella sei tu» «Tu sei tu la vita» «E per la vita non ti lascio mai più» «Quanto ti voglio fede» «E per la vita non ti lascio mai più» «Это был певец Бениамина Джильи, которому мы скоро вернемся» «А пока о фильме» «Фильм режиссера Марио Коста о том, как итальянская диаспора в Лондоне собирает деньги на…» «Тут» «Тех, кто видел этот фильм когда-то давным-давно и захочет посмотреть сейчас, ждет сюрприз» «В послевоенном советском прокате итальянские мигранты собирали деньги на школу» «Но в правильном современном переводе герои фильма собирают деньги на разрушенный немецкой бомбардировкой католический собор» «Да, соборы в то время были непопулярны в Советском Союзе, на памяти людей были недавние сносы храмов или превращение их, если не в музеи, то в утилитарные помещения И поэтому показ необходимости храма для людей был, как сейчас говорят, не в тренде Итак, журналист Гвида Марчи, активный участник всех мероприятий итальянской общины Лондона Которого играет очень популярный в то время артист Арнольдо Тири Решает забрать необходимые для восстановления храма деньги, организовав в Лондоне концерт итальянских певцов мирового уровня Смысл был в том, что эти музыканты вместе не выступают, и лондонскому зрителю повезет, увидев их вместе на одной сцене Журналист решил использовать для этого свои теплые отношения с молодой леди, исполняющей обязанности программного директора театра оперы в Ковенгарден А начальный капитал он получил, заложив ресторан своего будущего тестя без его ведома В роли отца-невесты, ресторанщика Карло Скалы, снимался замечательный итальянский комедийный актер Карло Кампанини Очевидно, в итальянской традиции человек, носящий имя Карло, должен соответствовать образу отца-труженика Но зато роль дочери Карло, невесты журналиста Гвида Марчи, исполнила Джина Лалабриджида Если кто-то хочет увидеть, как выглядела 20-летняя Лалабриджида, то посмотрите фильм Но эта очень красивая, умная и сильная женщина сумела стать кумиром и символом красоты для зрителей с полувековым возрастным разрывом Я когда-то очередной раз поразился силе киногеничности некоторых актеров, узнав, что рост Джины Лалабриджиды метр пятьдесят восемь сантиметров Итак, узнав, что у Гвида есть невеста, программная директриса Ковенгардена решает сорвать концерт И когда наши итальянские заговорщики уже послали приглашение артистам от имени знаменитого оперного театра И получили согласие, она отказывает предоставить зал В этом случае не только срывается концерт, но и будут оскорблены великие певцы, когда поймут, что не театр их пригласил И ресторан перейдет в руки мошенника, который дал деньги в счет ресторана Теперь он готов на все, чтобы сорвать концерт Вот на этом и зиждется интрига фильма Но фильм музыкальная комедия, притом итальянская Поэтому мы знаем, что победит музыка, искренность и желание совершить такое святое дело, как восстановление собора Осталось только встретить артистов, убедить их петь не в Ковенгардене, а в другом месте, которого еще нет Успеть собрать деньги и заплатить, пока ресторан не перешел в чужие руки В фильме «Любимые арии» легендарные мастера Былканта играют самих себя Вероятно, что подобной истории в реальности не было Но как минимум они показали, как сами повели бы себя Так как каждый из артистов не играл, а представлял себя в этой ситуации Концерт проходил в том, что сохранилось от храма Только чисто убранным, украшенным и со сколоченной сценой Нужно отметить, что выступать не на классической сцене приходилось всем участникам нашего фильма В 30-е годы страстный поклонник итальянской оперы Бенита Муссолини Придумал проводить оперные спектакли на римских развалинах Что создавало необыкновенный органичный макет спектакля И непередаваемо торжественную атмосферу Да, это придумали не три тенора, а Муссолини задолго до них И задумал он это для Беньямина Джилли, чьим поклонниками другом себя считал Джилли был самым знаменитым из участников фильма Мало того, что к этому времени он пел на всех крупнейших мировых площадках Он единственный считался наследником Карруза А главное, что все 30-е годы снимался в кино И фильмы с его участием пользовались большим успехом Я продолжу свой рассказ сразу после того, что мы послушаем песню Из одного из фильмов с участием Беньямина Джилли «Il prima amore sei tu» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Он ее поет на крыше склада, перемещаясь подальше от самолета, и тогда популярнейший Тита Гоби действительно незаметно проскальзывает к машине. Певица Мария Канилья смогла пробиться сквозь толпу, потому что не снималась в кино, и ее просто никто не узнал. Я не удивляюсь такой ненаблюдательности встречающих. Наверное, я тоже, как зачарованный, следовал бы за этим Фигаро, не замечая никого вокруг, потому что им был неповторимый в этой роли оперный кумир, снимавшийся в кино, обаятельный красавец Джин. Внимание! BBC ведет трансляцию из аэропорта Крайдон. Через минуту совершит посадку самолет, на борту которого итальянские оперные певцы. Мария Канилья, Тита Гоби и Джинобеги. Бенемино Гилли, прилидает завтра из Америки. Бенемино Гилли, прилидает завтра из Америки. Бенемино Гилли, прилидает завтра из Америки. Простите, это автомобиль, сеньора Гоби? Нет, мисс. Бенемино Гилли, прилидает завтра из Америки. Бенемино Гилли, прилидает завтра из Америки. Субтитры подогнал «Симон» 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 Это был Джина Бекки. Я понимаю, почему именно он был неповторим в роли Фигара. Бекки воспринимал произведение Верди как оперную классику, а вот сивильский цирюльник Россини был для него веселой шуткой композитора. Вы знаете, что это правда. Часто мы воспринимаем классические произведения слишком серьезно. А пока я немного отвлекусь, чтобы доказать правоту своих слов. Представьте себе 24-летнего композитора Россини, которому удалось зацепить заказ на написание чего-то комического карнавала в Риском театре Аржентино. Молодой Джоакино перебрал несколько либретто, но все были забракованы заказчиком. И когда времени оставалось немного, и Россини почувствовал, что теряет заработок, он пошел к композитору Джованни Паэзиелло. История смешная и невероятная. Ко времени, о котором я рассказываю, в Италии уже много лет с успехом шла опера Джованни Паэзиелло, сивильский цирюльник и лечетная преосторожность по пьесе Бомарше. Люди любили этот спектакль, смеялись шуткам. И тогда Россини решил, что если людям так нравится этот сюжет, то он его и возьмет. Он не нашел ничего лучшего, как пойти за разрешением к композитору. Считается, что тот его дал, решив, что все равно ничего у молодого композитора не получится. И вот за 20 дней Джоакино Россини написал оперу. В общем-то в ней было использовано много написанного им ранее. А когда немногочисленные поклонники творчества Россини услышали увертюру, то потом с радостью присоединились к улюлюканью клакеров, которые почти полностью сорвали спектакль. Просто они уже слышали эту самую вертюру дважды в двух разных произведениях Россини. В концоне графа Альмавивы из первого действия зрители узнали музыку Винченцо Беллини. Ария Розины в начале второго действия была вообще вставной. Разные артисты вставляли что-то свое. Полина Виардо, например, пела роман с Глинки. Я сказал именно о Полине Виардо, потому что первым исполнителем роли графа Альмавива был ее отец. Но вот скажите, можно очень серьезно относиться ко всей классической музыке? Вернемся к фильму, о котором мы говорили. Когда-то я удивил слушателей и порадовал одесситов, рассказав о том, что песня о Соле Мио была записана Эдуардо де Капоа в Одессе и фактически о панораме этого города. Сейчас я вас разочарую историю еще одной песни. Многие помнят фильм с участием Джина Бекки «Вернись в Соренто». Я очень люблю этот фильм. Он очень теплый и человечный. В нем жизнь в послевоенной Италии очень напоминает Советский Союз, правда, более позднего периода. Но итальянцы в фильме не стесняются говорить о нехватке продуктов и о других недостатках послевоенных. Это также музыкальная комедия. Где-то даже комедия положений. Но название настраивало зрителей сразу на романтический лад. «Вернись в Соренто». И название не обманывало. Вы помните эту песню? Кто только ее не пел. Давайте ее вспомним. Соренто. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Как вы думаете, кому посвящена и для кого написана эта песня? Лично я всегда думал, что это о женщине, которая покинула город, и любимый безуспешно ждет ее возвращения. Но все оказалось немного не так. В 1902 году в лучшей гостинице города Соренто, хозяином которой был мэр города, остановился проездом премьер-министр Италии. Мэр с другом, мэр с другом решили добиться у премьер-министра открытия в городе почтамта. Для этого известному в городе поэту Джамбатиста де Куртису заказали стихи, а у его брата Эрнеста, сочиняющего музыку, была уже заготовлена на случай заказа от кого-либо, мелодия. В общем, на следующий день, когда премьер ехал в коляске на вокзал, за ним брел небольшой ансамбль местных музыкантов, которые пели новую песню. Просьба мэра была удовлетворена. Итак, слова. Взгляни, взгляни на этот сад. Вдохни, вдохни эти цветущие апельсины. Их нежный аромат проникает прямо в сердце. А ты говоришь, я уезжаю, прощай. Ты удаляешься от земли полной любви, и тебе хватает сердца не вернуться. Эти слова относились к премьер-министру Италии Джузеппе Дзанарделли для открытия в городе Почтамта. Вот такая история песни. Сознаюсь, что для меня песня менее романтичной не стала. Мы снова возвращаемся к кинофильму «Любимые Арии». Этот фильм подарил большому зрителю еще одну песню. И не только советскому, но даже американскому. Когда-то я уже упоминал об этом. Песня эта «Гдецетинчелла вуе». Впервые на русском, естественно, появилась в Советском Союзе в 1936 году под названием «Скажите девушке, подружке вашей». Исполнял эту песню с оркестром Большого театра замечательный советский певец Сергей Лемешев. В это время песня была почти новой. Написана она была в 1930 году композитором Родольфа Фальва на стихи Энца Фуско. Пластинка Сергея Лемешева была, во-первых, не совсем доступна, а во-вторых, не всеми востребована. Это была классическая музыка. Я знаю, что Утесов исполнял песню «Скажите девушке тоже», но при всей своей любви к Леониду Осиповичу всерьез я это не воспринимаю. Петь сердцем то, что требует голоса и хорошей вокальной школы, можно, конечно, но результат будет неузнаваем. Так и получилось, что песня в фильме, исполненная Тита Гобби, стала любимой сразу и надолго. Кто ее только не исполнял и не исполняет, но первое появление на экране, сдержанное, я бы сказал, изящное пение Тита Гобби, дошло до сердец миллионов слушателей. А как могло быть иначе, красивый, немного ироничный Тита Гобби обращается к юной, ослепительно красивой Джине Лалабриджиде. Эта сцена не могла оставить равнодушными молодые сердца в Советском Союзе, неизбалованным счастливыми эмоциями после страшной войны. Сразу успокою, что эта песня не просьба о почтамте или канатной дороге. Это не реклама конторы проката гондолу. Она достойный пример неаполитанской песни. Написана и поется она на неаполитанском диалекте итальянского языка. И поется о ней именно то, что мы слышим в русском переводе. Признание неаполитанца в любви. В первых двух куплетах он не решается обратиться к ней самой. И только в третьем куплете он поет лично ей. Он просит расстаться с маской и открыть ему свое сердце. Настоящие артисты умели отделить интонационное обращение к подружкам и к ней самой. Давайте послушаем Дицицинчелло Вуе в исполнении Тито Гобби. Внимание, господа! У меня есть отличная новость. Сегодня среди нас находится известный итальянский певец Тито Гобби. В благодарность за ваши аплодисменты мистер Гобби споет нам прямо сейчас. Прошу вас. Мистер Гобби, большая честь познакомиться с вами. Взаимно, маэстро. А вы знаете какие-нибудь итальянские песни? Мы здесь все итальянцы. Неужели? Какую песню вы выберете? Подойдет? Не надо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы слышали Тита Гоби в фильме «Любимые арии», или другое название фильма «Без ума от оперы». В Америке он назывался именно так – «Made About Opera». Фильм имел успех у любителей оперы, а в конце 60-х и в 70-е годы Тита Гоби был режиссером-постановщиком в «Чикагской лирикаппоро» и в некоторых спектаклях исполнял главные партии. Еще один певец, о котором я уже говорил и который снимался в нашем фильме, Тита Скипа, был солистом «Чикагской оперы». Было это, правда, еще в 20-е годы. Именно Тита Скипа пришлось петь когда-то в Испании вместо Бениамина Джилии, когда тамошнему антрепренеру его сценическая стать не по вкусу пришлась. Насколько я помню, из-за этого случая Тита Скипа не участвовал в больших оперных действиях в «Термах Каракалы». Кстати, Тита Гоби бывал приглашен на эти постановки. Тита Скипа не очень, думаю, страдал, потому что его артистическая карьера была на редкость удачной. Он начал петь с 7 лет, очень рано стал хорошим профессионалом и шел только по возрастающей. Даже то, что в 30-м году он весь год пел в спектаклях «Сивильский цирюльник» с Шаляпиным, говорит о многом. Великий русский бас был профессионально требователен и привередлив. Итак, слушаем Тита Скипа. Генеральная репетиция. Генеральная репетиция. Омową Субтитры создавал DimaTorzok 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 песни. Затем я слышал рассказы о замечательных фильмах и имена заморских артистов. Ни этих фильмов, ни этих имен я, разумеется, не встречал в кинопрокате или учебниках. Но одно я знал точно, что неотделим от волшебного мира того старого кино. Имена и музыка будили мое воображение и определили будущую профессию. И в дальнейшем, работая с людьми старшего поколения, я собирал по крупицам информацию о том, что слышал от отца. И к тому времени, когда открылись киноархивы и стало доступно почти все мировое кинонаследие, у меня был свой список фильмов, которые я хотел найти. Вот такая получается связь поколений. Поэтому, когда я слышу слова о том, что каждое поколение само выбирает своих кумиров, только упрямо мотаю головой. Сейчас я вижу перед собой укоризненный взгляд своей дорогой попутчицы по музыкальным дорожкам. Варвара очень не любит пустопорожних разговоров, когда дело касается искусства. Я совестливо отвожу глаза. Простите, так получилось. Но, как сказал Ремарк, совесть обычно мучает не тех, кто виноват. А с вами сегодня был дежурный гид по музыкальным дорожкам Аркадий Зильберман. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok